МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте в студии Татьяна Голубева. И ближайшие 20 минут о некоторых событиях дня смотрите в этом эфире. В 74-ю годовщину со дня Великой Победы отмечают сегодня в Барнауле. Знаете, с одной стороны радостно, с другой стороны печально. Многих уже не встречаешь, своих однополчан. Праздник начался с возложения цветов к мемориалу славы и парада на площади Советов. Ряды бессмертного полка вновь пополнились. Мне хотелось бы, чтобы вообще-то наш народ не забывал, чем нам досталась эта война, чего она нам стоила. Хотя и на портретах родных в строю прошли тысячи участников боевых действий в Великой Отечественной. Все бегут! Хочется в День Победы прямо вот себя победить. Почти 4 тысячи человек решили поучаствовать в традиционном забеге к Кольцу Победы. День памяти, скорби и радости. Сегодня в Краевой столице, как и по всей России, отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Барнаульцы сегодня утром возлагали цветы к мемориалу славы, вспоминали павших. Вместе со всеми утро от 9 мая в одном из самых памятных мест Краевой столицы провел Илья Кочетков. Ему слово. Празднование 74-й годовщины Великой Победы началось сегодня в 9 утра на мемориале славы. Сотни и сотни барнаульцев и чиновники, журналисты, ветераны и простые барнаульцы пришли почтить память павших героев. Знаете, с одной стороны радостно, с другой стороны печально. Многих уже не встречаешь, своих однополчан. Некоторых, многих уже нет. А так с удовольствием встречаешь поставшиеся ветераны всегда с ними вместе. Сейчас я ей как раз рассказывала, для чего горит огонь. Говорю, это как бы символ того, что в наших сердцах тоже горит огонь памяти. То есть мы должны помнить тех людей, которые погибли за то, чтобы вот эти наши маленькие сейчас внуки ходили по земле, по мирной. Там и подходили к героям союза. А здесь просто солдаты. Подвиг не успели совершить, но погибли. Тоже погибли за счастье, за мир. Дедушка наш Иван Григорьевич Сюзин, он до Берлина дошел пешком с ранениями. А вот второй дедушка Слобачуков Ульян Николаевич, у нас такая история, что он ушел перед тем, как уйти на войну. С детства он был разлучен с родной сестрой. И она его нашла за день до того, как он ушел на войну. Всю ночь они пробеседовали, а утром ушел на войну, и больше они никогда не увиделись. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 И, конечно, самой массовой акцией сегодняшнего дня стало прохождение колонны Бессмертного полка. О том, как это было, подробнее смотрите в вечернем выпуске. В седьмой раз на Алтае прошла победная акция «Бессмертный полк». На главную площадь каждого населенного пункта вышли сотни тысяч участников боевых действий, пусть и на портретах. В Барнауле в этом году в ней приняли участие почти 50 тысяч человек. В чем ценность акции? Своим мнением барнаульцы поделились с Анастасией Драган. Бессмертный полк каждый год начинает шествие в 10.30. Но каждый год люди приходят сюда за несколько часов до начала. Нарядные барнаульцы с георгиевской лентой, дети в пилотках с шариками, звуки гармонии. В общем, праздник здесь начинается с самого утра. С чувством радости, восторга ждали этот день. Но он дошел до Берлина, вернулся с победой. Бессмертный полк становится уже семейной традицией. Вот скажите, пожалуйста, вы здесь с семьей, правильно я понимаю? Да, конечно. Так, это ваш сын? Да. И, наверное, правнук того, кого вы несете? Правнук. Смелый был, очень сильный, потому что ушел туда добровольцем и вернулся все-таки живой, потому что участвовал во многих сражениях. А если бы, не дай бог, сейчас началась война, ты бы осмелел и пошел бы добровольцем? Ну да, конечно, потому что, ну, дедушка же пошел. Похоронка пришла почти сразу. А что бабушка о нем рассказывала? Какой он был человек? О, она всегда его искала, долго ездила, искала, находила тех людей, которые с ним последние видели его перед боем. Кстати, сначала было предложение, чтобы бессмертный полк прошел по пути отправления барнаульцев на фронт, то есть от военкомата до вокзала. Но затем все же решили провести бессмертный полк по главной площади города. И придумали две точки сбора. Это Институт культуры и кинотеатр России. Но затем люди стихийно придумали еще одну точку сбора. Это пересечение проспекта Ленина и улицы Молодежной. Сюда приходят те, кто хочет идти во главе колонны. И судя по плотности толпы, мы на этом месте. Мне хотелось бы, чтобы вообще-то наш народ не забывал, чем нам досталась эта война, чего она нам стоила. Вынесли на своих плечах горе, беду, страх, голод и потери войны. Подвиг нашего народа на века, навсегда. Главный путь бессмертного полка вдоль главной площади 400 метров. Но если посчитать начало построения колонны, и шествие до финальной точки выйдет километр. Целый километр. 9 мая люди идут вместе со своими героями. Смотрю и думаю, как хорошо, что память живет. Миллионы, миллионы героев, которых мы потеряли. Но хорошо, что люди помнят и читают. Миллион, миллионы героев. Миллион, миллионы девушки. Финальная точка шествия – площадь Сахарова. Здесь обычно люди пишут слова благодарности, имена своих героев на стене победы. Но в этот раз инсталляция красной нити истории, связь поколений. Что сын их больше не вернется и не приедет по гостям. Продолжим. Поздравления с Днем Победы будут звучать сегодня весь день. Самые главные слова, конечно же, адресованы им, нашим ветеранам. С великим праздником этих дорогих нам людей, а также всех жителей Алтайского края поздравил и губернатор края Виктор Томенко. Дорогие жители Алтайского края, уважаемые ветераны Великой Отечественной, сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы. В современной истории России нет даты более священной. Сквозь смену эпох 9 мая объединяет поколения, заставляет нас помнить самый дорогой завет освободителей, горячо любить Родину и не жалеть сил для нее. Прошло уже 74 года, с того дня, когда наши отцы и деды, матери и бабушки произнесли долгожданное слово «Победа». За этим словом четыре страшных года сражений, тяжелые работы в тылу, постоянные тревоги за родных и за будущее страны. Среди воинов, которые спасли мир от порабощения, более полумиллиона наших земляков, воевавших в составе легендарных сибирских дивизий. А труженики тыла ценой невероятных усилий снабжали страну и армию всем необходимым. Алтайские госпитали вернули в строй тысячи бойцов. Десятки тысяч эвакуированных обрели на Алтае второй дом. Выдающиеся полководцы и рядовые солдаты, партизаны и труженики тыла показали потомкам пример беззаветной преданности Отечеству. Чем дальше от нас май 45-го, тем больше наша ответственность за сохранение исторической памяти. Это ответственность перед ушедшими и будущими поколениями. Военно-патриотические объединения, молодежные десанты, акция «Бессмертный полк» не дают забыть великие страницы истории нашего государства. Мы возвращаемся к ним через судьбы конкретных людей, наших близких родственников. Мы с гордостью называем себя внуками и правнуками героев. И эта память делает нас сильнее и ответственнее за мирное будущее Отечества. Пусть память о великом народном подвиге объединяет граждан нашей страны, учит патриотизму, нравственности, доброте. Дорогие земляки, от души желаю вам счастья и мира. С праздником! С Днем Победы! Ну а мы вернемся в праздничный Барнаул на площадь Сахарова. Танцы по звуке военной поэзии, улыбки и бесконечный поток людей. Здесь прошел праздничный концерт «Спасибо за Победу». Вместе со всеми звуками Победы наслаждалась Валентина Аскерова. Дети, взрослые, народу настолько много, что кажется, что сегодня весь город стянулся к главной сцене краевой столицы. Они служат за душевные патриотические песни, которые пробирают на мурашек. И благодарят наших дедов и прадедов за великую победу. Десятки творческих коллективов, тысячи зрителей, военные песни все слушают, затаив дыхание. А кто-то даже подпевает и пускается в пляс. Как вам песня? Отлично. Мы стоим и думаем, что может сами сходим, что-нибудь споем. Может быть, споете? Эх, будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. Какие чувства вызывают вас в День Победы? Ну, гордость за наших дедов, отцов, что воевали, и что нам дали жизнь. Что мы живем в мирное время. Мне очень близок этот праздник. У меня даже, когда я смотрю выступления, я даже прослезилась. С ветераном только здоровья, нам всем мирного неба. А чувство всегда это гордость за народ, за страну. Праздник Победы, объединяющий целый народ, как всегда удался на славу. Зрители не только благодарили за победу, но и поздравляли всех с этим знаменательным днем. А поздравления из уст самых маленьких звучали особенно трогательно. Поздравляем всех с Днем Победы! Валентина Скирова, Андрей Печоркин, День с толком. Веселиться, петь фронтовые песни, танцевать не только под гармонь. Сегодня разрешено всем, но делать это власти Барнаула рекомендуют все-таки на трезвую голову. На протяжении всего праздничного дня в городе будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее распоряжение подписала мэрия города. Торговым точкам рекомендовано ограничить реализацию спиртного вблизи мест массовых гуляний, приуроченных ко Дню Победы с 9 до 21 часа. Данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массового скопления людей. Кстати, погода сегодня отличная. На улицах действительно многолюдно. Многие с утра отправились на Площадь Победы не только чтобы попасть на Мемориал Славы, но и побывать на выставке ретроавтомобилей. Легендарные «Чайка», «Москвич», «Волга», уникальные машины вызвали восторг у жителей города. Почему, расскажет Ирина Корчагина, ей тоже понравилось. Черный воронок появляется, как всегда, неожиданно. Следом машина Победы «ГАЗ-67». Здесь же американский «Додж», который был на службе Красной Армии, и десятки других ретроавтомобилей. Сегодня в Барнауле собрали лучшие экспонаты советского автофрома. «Волга», «Москвич» и не только. А это, пожалуй, сердце выставки. Легендарная «Чайка» на знаменитом советском автомобиле ездили главы министерства в ведомств. Спустя десятилетия он продолжает приковывать восторженные взгляды. Александр заводит свою детскую мечту – «ГАЗ-69А». На реставрацию 60-летнего автомобиля у него ушло полмиллиона рублей. Практически все запчасти здесь оригинальные. Его «Козлик» называют все в простонародье. «Козлик». Потому что, да, «Козлик», потому что эта машина, когда едет по бездорожью, очень сильно прыгает. «Козлит», как выражается в народе. Многие детство свое вспоминают, потому что многие на них работали, они трудились в армии, трудились в колхозах эти машины. Несмотря на то, что выставка ретро-машин проходит в одно время с парадом и шествием бессмертного полка, сюда не прекращается поток людей. Особенно много здесь маленьких ценителей автомобильной промышленности. Мне нравятся москвичи, потому что они одни из первых машин русских. Они красивые. И какие больше нравятся? Валерные. Все эти машины имеют многотысячный пробег, и, конечно, за каждой стоит удивительная история. Несмотря на свой солидный возраст, они все еще на ходу, но встретить их можно только здесь и только сегодня, в День Великой Победы. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День Столка. Бег тоже праздник. Таков девиз за бега – кольцо победы, которое традиционно устраивают каждое 9 мая. Ежегодно спортивная акция собирает несколько тысяч человек. Регламент позволяет принимать участие и детям от 10 лет, и пенсионерам, и инвалидам-колясочникам. За стартап и финишем наблюдал наш корреспондент Андрей Дреер. Центр города «Солнце» – 4 тысячи человек. Именно столько зарегистрировались для участия в этой спортивной акции. Это не какая-то запредельная цифра. В кольце победы ежегодно участвует по несколько тысяч человек. Символично пробежать кольцо победы, преодолеть себя, преодолеть свою лень, высказать свое упорство, свою благодарность. Ведь мы бежим в честь победы, в честь того, что в 1945 году наши победили во Второй Великой Отечественной войне, и это для меня символично. Сегодня еще и погода помогла, так говорят спортсмены, которые участвовали в забеге прошлого года. Особенно на 9 мая было холоднее, дождь шел. Трасса, соответственно, отличается. Можно занести в некоторых местах на поворотах нарезку. К забегу на дистанции на 1,2 километра допускают всех желающих. А вот в забегах на 5 и на 10 километров участники допускаются по заявкам, заверенным врачом или по справке от врача. На дистанции 2 километра также будут соревноваться инвалиды-колясочники. Кто-то переживает, ведь бежит по этой трассе впервые. Хочется в День Победы прямо вот себя победить, свой страх. Вот хочется. А вы боитесь чего именно? Я боюсь, я не знаю эту трассу, так сказать. Поэтому незнакомое ощущение, немножечко вверх будет, немножечко вниз, перепады такие. Поучаствовать в праздничной спортивной акции мог любой желающий. Мы знаем, что даже министр спорта Алексей Перфилев тоже должен был бежать вместе со всеми, но, к сожалению, потянул мышцу во время игры в футбол, поэтому не смог присоединиться к общему празднику. Зато сегодня бегут одни из самых опытных участников акции «Кольцо Победы». Вот скажите про вот этот самый первый забег, в котором вы участвовали. Это был 1974 год, ровно 45 лет назад. Мне было 18 лет, я бежал в побег в честь Дня Победы, тогда была длина 20 километров. Все призеры, а также участники, занявшие на длинных дистанциях с первого по десятые места, будут награждены дипломами и медалями. Памятные призы получат 10 самых массовых команд, и их тренеру, у спортсменов-колясочников будут награждены 3 призера. Но награды это не самое главное, потому что, как говорят сами участники, эти соревнования для них еще и дань памяти Великой Победе. Андрей Дреев, Александр Антропов. День с толком. Праздничные мероприятия продолжаются, а в завершении Дня Победы по традиции прогремит праздничный салют. Залпы фейерверков можно увидеть и услышать в 22.00 на площади Сахарова, а также в четырех районах города. В индустриальном салют запустят в парке развлечений «Лесная сказка», в Октябрьском на площади рядом с парком «Солнечный ветер». Жители Ленинского района смогут полюбоваться фейерверком на площади мира, а поселка Южный на площади возле ДК. Уехать домой из центра города после 10 вечера можно будет на трамваях номер 1 и номер 7 от Аграрного университета. Автобусы будут ходить от пересечения улицы Молодежной, Красноармейского, а также остановки на площади Советов в сторону железнодорожного вокзала. Ну а впереди еще три выходных дня. Из-за угрозы природных пожаров в Барнауле введен режим повышенной готовности. Распоряжение подписал глава города Сергей Дугин. Документ предполагает ряд требований к чиновникам и спасателям. Рекомендовано усилить меры безопасности для предотвращения возгораний. Тем более впереди длинные выходные. Дорожные службы должны организовать круглосуточное дежурство поливочных машин для быстрого подвоза воды в случае ЧП. Горожанам ответственные лица еще раз напомнят о соблюдении мер безопасности. Жителям частного сектора и садоводам вручат памятки и буклеты. И это не просто так. По статистике всего за неделю в Барнауле произошло более сотни пожаров. Погиб один человек, трое пострадало. Противопожарный режим по-прежнему действует и на всей территории края. В регионе за неделю зафиксировано свыше тысячи возгораний. Причина большей части – сжигание сухой травы. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». А у меня на этом все новости. Еще раз с праздником и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова